В съемочной группе новгородского областного телевидения во главе со специальным корреспондентом Ариной Аксеновой тоже пришлось превратиться в следователей. Причиной журналистского расследования стал сигнал неравнодушной новгородки, который опубликовала в сети фото экологической катастрофы на берегах Новгородского моря. Сотни гневных комментариев, жесткие высказывания в адрес чиновников и депутатов, призывы писать жалобы в ГААГу. Этот пост в популярном новгородском паблике вызвал у новгородцев небывалое разнообразие эмоций. Мы, конечно, не смогли остаться в стороне и выехали на место, где не обнаружили ничего. Опрос свидетелей подтверждает, дохлой рыбы в береговых моринах нет. Рыбак Илья фото в паблике видел, но не нашел рыбу и на соседних пляжах, пройдя на лодке 10 километров вдоль берега. Много достаточно водомоторников у нас в городе и ни от кого я такого не слышал. То есть литерная рыба, соответственно, есть, присутствует, но она всегда здесь была. А чтобы в таких количествах, я не видел, ни разу. Куда же пропали тела погибших с фотографии? Первое предположение – мы опоздали. Чайки сделали свое дело и за ночь почистили следы экологической катастрофы. На всякий случай продолжаем опрашивать отдыхающих. Уже мы отдыхаем здесь 23-го числа. Это была, короче, пятница, по-моему. Супер. Видели ли за это время дохлую рыбу на берегу? Нет. Я видел одну дохлую рыбу. Одну. Но я ее не поднял, потому что есть ее нельзя. Ну, с пятницы, с вечера. С пятницы, с вечера. Видели бы такой, знаете, наплыв огромного количества тухлой рыбы на берегу? Нет. Ничего подобного не было? Ничего подобного. Справедливости ради нужно сказать, что пару дохлых рыбешек мы на берегу все-таки нашли. Но, как говорят местные знатоки, для середины лета – это в пределах нормы. Трогать ее не буду. Говорят, это опасно. Продолжая идти по следу мертвой рыбы, изучаем материалы дела. Разгадка загадочного происшествия плавала на поверхности брюхом вверх. Простейший интернет-поиск выявил, что фотография из нашумевшего поста живет в сети уже не первый год. И к берегам Ильмени отношения не имеет. Так что новость об экологической катастрофе – по всем признакам фейк. А как думаете, зачем такое выкладывают люди? Ну, наверное, хайп хотят поймать какой-то. Подытожим. Беречь природу родного края, конечно, нужно, но не стоит верить всему, что пишут в интернете. Арина Аксенова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.